В Ульяновской области, как и по всей России, начался весенний призыв. По-прежнему на срочную службу в армию набирают парня от 18 до 27 лет. Основанием для осрочки могут быть серьезные проблемы со здоровьем, обучение по очной форме или воспитание ребенка в одиночку. Также таким правом могут воспользоваться сотрудники IT-отрасли. Из нашего региона в войска планируется направить чуть более тысячи человек. Развеем слухи. Рассылки повесток по СМС или через мессенджеры незаконны. Настоящая повестка, как и раньше, вручается только в бумажном виде лично сотрудникам военкомата. Военкомат также предоставляет возможность обучиться профессии, востребованной в армии. Я пришел в военкомат, мне предложили обучиться на категорию, я согласился. Вот, прошел, отучился примерно месяца три, и вот, все сдал, набрало. Какую машину можешь водить теперь с этим документом? КАМАЗ. Ну, все, больше груза. Ни один молодой человек, который отправляется на срочную военную службу, в зону специальной военной операции не попадет. Но при этом каждый призывник вправе заменить срочную службу на службу по контракту. Булат мечтает попасть в Росгвардию, но у армии свои планы. Более треть наших призывников с Ульяновской области будет направлено в сухопутные войска и военно-морской флот. От Калининграда до Камчатки. Военная призывная кампания в России продлится по 15 июля. Продолжение следует...